Всем привет! В современных условиях у многих музыкантов одна из самых первостепенных целей это как в бизнесе, максимум выхлопа при минимуме расходов. Но если убрать красноречивые фразочки, можно сказать проще, первостепенная цель это играть как можно больше, но чтоб при этом не ломались палки, не трескались тарелки и не рвались пласты. Однако реалий жестче и все вышеперечисленное, увы, является расходным материалом, а замена стоит немаленьких денег. Именно поэтому уже несколько десятков лет барабанщики выдумывают различные хитрости, которые позволяют ненадолго продлить жизнь тем или иным инструментам и аксессуарам. Понятное дело, что все эти кустарные способы называются кустарными не просто так, а потому что они кустарные, со всеми вытекающими. Типа как гитаристы раньше сами варили струны, ну и все вы знаете кучу подобных историй. Но тем не менее я решил, что эта тема будет вам интересна, поэтому усаживайтесь поудобнее и погнали! Итак, о первом способе я узнал совершенно недавно, и он буквально перевернул мой мир. Сам я еще не пробовал, да как бы оно и не надо, благодаря фирме Леонти я обеспечен палочками до конца жизни. Однако это не помешало мне раскрыть рот от удивления. Итак, если вы хотите продлить жизнь своим палочкам, то сделайте следующее. Налейте в двухлитровую банку теплой воды и разбавьте там некоторое количество соли, на 2 литра не меньше 8 столовых ложек. После этого поместите туда барабанные палочки той стороной, которая является рабочей, и оставьте эту беду на 3-4 дня. Затем необходимо будет их хорошенько просушить, и фокус удался. По заявлениям практиков, кристаллы соли проникают в дерево и делают палочку прочнее. Более того, она может стать значительно тяжелее, однако есть и минусы. При таком подходе вы запросто можете сделать из палочки кривой бумеранг. Но чисто ради эксперимента можно попробовать. Я же помню своего детства то, что для продления жизни палочкам их тупо обматывали изолентой на рабочей области. И должен сказать, без этого играть было крайне опасно, потому что в деревне, где я жил, купить новые палочки было просто Unreal. Поэтому приходилось опустошать дедовский гараж регулярно. Изолента тогда тоже была недешевым предметом. Понятное дело, что минусов с изолентой куда больше, чем плюсов. Во-первых, дико меняется баланс палочки в руке, поэтому если вы очень хорошо работаете с базовой постановкой рук, изолента взорвет вам мозг. Во-вторых, эти летящие во все стороны ошметки самой изоленты. Тарелки любят кусать ее очень сильно. Более того, если изолента какая-нибудь дешевая, она может еще и здорово пачкаться. Ну да ладно, с палочками предлагаю закончить и плавно перейти на более сакральные, наши тарелки. На самом деле, чтобы продлить жизнь тарелкам, вам уже не помогут волшебные дедовские способы. Тут все куда сложнее. Самый лучший способ продлить жизнь вашему железу, это прежде всего бережная эксплуатация, а также соблюдение кое-каких важных пунктов. Во-первых, выбор тарелки. Вам нужно понимать, что если вы хотите играть металл, то тоненькие джазовые тарелки вам просто не подойдут. Более того, я даже не уверен, что вам нужны дорогие тарелки с B20 сплава. Если вы дровосек и ваше призвание вваливать мощь и скорость, вам отлично подойдет и что-нибудь попроще. В металле не особо важен звук рядовых тарелок. Там куда больше отдается предпочтение чайным или мощным крэшам для вваливания. Но и их можно найти в более дешевом сегменте. В общем, я клоню к тому, что вам нужно сначала понять, что вам необходимо и выбрать тарелки именно под это дело. Во-вторых, способ извлечения звука из тарелок. Вот этот пункт чуть ли не самый важный, потому что, увы, мало кто правильно работает с железом. Просто задумайтесь, это тонкий блин из материала, который по сути колкий и хрупкий. И одно неверное движение, один удар палочкой в край может положить начало серьезной трещины, которую уже ничем не исправить. Она может сидеть в засаде и ждать целый месяц, прежде чем раскрыться, но возмездие неизбежно. Для этого регулярно проводите ревизию своих тарелок на сколы и трещины. Ну и само собой, учитесь правильно бить в тарелки. Если вы хотите выпуск о том, как правильно работать с железом, наберем 100 лайков. Третий важный пункт это то, как вы вешаете и закрепляете свои тарелки. Во-первых, если вы видите, что на стойке нет хотя бы одного фетра или пластиковой втулки, не вешайте тарелку. Ушатайте ее просто за одну репетицию. Запомни, фетры и втулки не для красоты. Они сохраняют жизнь тарелки не меньше, чем все остальные пункты. Во-вторых, не пережимайте слишком сильно тарелку главным винтом сверху. Дайте ей больше свободы и амортизации. При правильном нанесении ударов по правильной повешенной тарелке получается крутой звук и бережная эксплуатация. Четвертый пункт это чистка тарелок. Также очень щепетильная тема, потому что имеет много подводных камней. Я не думаю, что нужно объяснять, зачем чистить тарелки для продления им жизни. Вы все смышленые и сами догадаетесь, что, почему и как. Однако я расскажу о нюансах этого процесса, которые вы, возможно, не знали. Дело в том, что после производства тарелки на нее наносят специальный защитный слой. Некий аналог парафина или что-то такое. При чистке тарелки этот старый слой стирается, что делает тарелку более уязвимой. Однако тут стоит поговорить о видах средств для чистки тарелок. Во-первых, надо понимать, что есть именно средства для чистки, а есть средства для полировки. Чистка убирает всякие какахи вместе со старым полировочным слоем, а средства для полировки наносят этот слой заново. Грубо говоря, это два разных средства и два этапа обработки тарелки. Во-вторых, надо понимать, что есть так называемые универсальные средства для чистки тарелок, которые и чистят, и полируют. Но там эффект совсем не предсказуем, поэтому решать вам. Пятый пункт это хранение и транспортировка тарелок. По-хорошему нужно, конечно, обзавестись твердым кейсом вместо мягкого чехла. И сейчас объясню почему. Дело в том, что когда вы храните тарелки в мягком чехле и ставите его перпендикулярно земле, все ваши тарелки по сути стоят на ребре. Если таким образом чехол стоит в машине, то каждая кочка это прямой удар по ребру тарелки. Твердый кейс же предполагает фиксацию тарелок более аутентичным способом, как на стойке. Поэтому это исключает большинство повреждений. Да и блин, уроните нечаянно на землю мягкий чехол с тарелками и твердый кейс. Разница будет очевидна и думаю это хороший довод в пользу кейса. Ну и напоследок самое важное, как себя вести при обнаружении трещин и сколов и какую скорую помощь оказывать. Скажу сразу, к сожалению полностью избежать и исключить разрушение тарелок невозможно, это вопрос времени. Однако своевременное выявление урона и незамедлительные меры продлят жизнь тарелки в 10 раз, чем если вы не заметите трещину и дадите ей разрастись. Поэтому повторюсь, после каждой репетиции и концерта проверяйте ваши тарелки очень внимательно. И если видите хоть малейшую трещинку, необходимо незамедлительно от нее избавиться. Ну а на этом наш ролик подошел к концу, надеюсь вам было интересно. Не забудь подписаться на канал, зайти во вкладку видео и заценить все, что сможешь там найти. Увидимся через несколько дней.